В Бавлинском районе началась уборочная страда. Началась она традиционно с проведения парада комбайнов. На параде техники побывала и наш корреспондент Кадрия Гимазова. Очень важное событие сегодня это начинается пора подведения, наверное, той большой работы, которая проходила еще с прошлого года подготовка. И мы сегодня выходим на завершающую стадию на уборку урожая. Перед уборкой это традиционное мероприятие, проверка нашей техники, парад комбайнов. Сегодня устраняются последние недочеты. С этого парада комбайны уйдут в поле. Надеюсь, что мы сможем быстро, в краткие сроки убрать урожай, получить его достойно, без потерь. В этом основная наша задача. Если парады комбайнов прошлые годы проводились отдельно в каждом хозяйстве, нынче он прошел немного в иной форме. Комбайны двух соседствующих хозяйств выстроили на меже. Например, с раннего утра на границе хозяйств выстроили в один ряд свои зерноуборочные комбайны хозяйства Козыльяр и Бекер. Рядом с комбайнами можно было увидеть тюки соломы и мешки с зерном. С их помощью проверяли герметичность техники. Для этого ставили зерноуборочные комбайны на брезент и нажатку, засыпали из семена, забрасывали солому. В конечном итоге зерно должно было оказаться в бункере комбайна, а измельченное солом на земле за комбайном. Но бывали случаи, когда зерно сыпалось на брезент. В таких случаях комбайнерам давали рекомендации по устранению причин, вызывающих эти потери. К сожалению, у нас техники немножко не хватает, потому что парк техники устаревает. Сегодня один комбайн 400 гектаров площади зерновых оводей. Всего у нас около 28 тысяч гектаров зерновых площадей. Но, в принципе, в этом году по урожайности мы, наверное, немножко уступим. Прошлый год был у нас... Очень высокие были урожаи, но такие годы встречаются 10 лет один раз. В этом году примерно будет средняя урожайность за последние 10 лет. Но пока урожай, как говорится, на складах не лежит, пока ни о чем нельзя сказать. Так настроение хорошее у руководителей, у механизаторов. Настроение хорошее работать. После завершения проверки техники на каждом участке проходило небольшое совещание. Глава района, представители министерства и руководители хозяйств напомнили хлеборобам о важности проведения уборки без потерь и соблюдения техники безопасности. Пожелали успехов в работе. Никогда не бывает урожая любой ценой. Нам урожай ценой жизни не нужен. Ни в коем случае не нарушайте вопрос охраны труда техники безопасности. Это очень важно. Вы каждый нам дороги, в первую очередь, как люди. Мы видим, как хорошо подготовлены комбайны, где какие потери. В этом году потери особо значимы, потому что урожай, он такой скромный, я бы сказал. Цены на зерно поднялись очень сильно. Поэтому потери каждого килограмма – это убыток хозяйству. Нам максимально надо сохранить урожай и собрать то, что выращено. Во время парада комбайнов съемочная группа познакомилась с учащейся Покровского Ростомайской школы 13-летней Ангелиной Чакеевой. Девочка до недавнего времени мечтала стать будущим парикмахером. Интерес к этой профессии не пропал. Девочка до сих пор любит делать разные прически, заплетать забавные косички. До недавнего она поняла, что парикмахерское дело будет для нее только хобби, а для жизни надо выбрать профессию посерьезнее. Это лето она решила провести вместе с папой за штурвалом комбайнов в качестве помощницы комбайнера. Я работаю с папой Чакеев Юрием Ивановичем. Решила я сама с ним работать. На ремонте я тоже участвую, а так мне не страшно, потому что я уже привыкла к такому. Сначала Ангелина смутила то, что ей одной придется работать в сугубо мужском коллективе. А потом поняла, когда рядом папа, ничего страшного. По словам руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Минулин, Геннадия Минулина, настоящие комбайнеры вырастают только из тех ребят, которые начинают осваивать эту профессию с малых лет, наблюдая, как работают папы. Поэтому в данном хозяйстве не отказывают тем комбайнерам, которые хотят работать вместе с сыновьями. В этом году впервые в истории села появилась и помощница комбайнера. Кадырия Гемазова, Артем Артемев, Раиль Низамов, БРТ.